Жизнь продолжается. Жуля, Лайза и другие хвостики, такие родные и любимые. Мир не стоит на месте, и жизнь мини-приюта продолжается. Мини-приюта Людмилы Чернецкой. Собачка Жуля после операции чувствует себя нормально. Правда, не может хозяйка ей нижний шов посмотреть. А верхний нормально, вполне заживает. Надеемся, что никаких особых осложнений не будет. А вообще у нас в приюте последнее время как-то все не так. Бася еле поднимается. Долго пытается встать и потом плачет. Журбальс почти уже на улицу не выходит. Еле ходит. Тоже задние лапы у старичка болят. А сейчас еще неприятность. У водителя, который обычно женщину в город возит, машина поломалась. Теперь будет трудно ездить ей за продуктами в город. Таксист не помогает грузить мешки. А еще и баллон с газом и так далее. Целая закупка. И вообще тяжело последнее время волонтеру инвалиду уже. А уход Рексика, она признается, ее окончательно просто добил. Еще у волонтера, как на первый взгляд, была сегодня немного странная, немножко просьба. Но мы все люди и ходим под Богом. Никто не знает, что может случиться в любой миг. Смысл был следующий. Если не дай Бог, что с Людмилой Чернецкой что-то случится. Кристина останется одна. Она не сможет так быть активной и просить помощи. Ей будет очень трудно с таким количеством животных. Волонтер просила, чтобы мы все ее не бросали. Даже если она не будет часто выходить на связь. Напоминать про этот приют мы все равно будем. До эпох я проживу еще долго, но у меня высокое давление. Я сильно близко все воспринимаю. А после таких случаев сильно болею. Кто его знает, что может случиться. Но это я так, на всякий случай. Я не могу об этом не думать. В моих руках очень много жизней, которые от меня зависят. Я хочу быть уверена, что о них будут помнить всегда. Говорит с большой надеждой женщина. Конечно, мы не любим такие разговоры. Часто даже волонтера ругали за такие мысли только. Но мы прекрасно понимаем, почему она сейчас за это заговорила. Конечно, мы будем в любом случае с Кристиной поддерживать связь. И делать все, чтобы ей было легче. И просили Людмилы не переживать на этот счет. Просто волонтер к Рексику сильно прикипела. Но остальные тоже любимчики. Та же Лайза и Фокси. Милые, родные и очень нуждающиеся в заботе хвостики. Все больные. Это понятно, что они все любимые. За каждого душа болит. А Лайза так вообще самого щеночка малюсенькая. И тоже с ней так мы намучились. Оглашается волонтер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова